Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. В минувший четверг мы показывали фотографии от Александра Гусельникова. Напомним, в ремонте нуждался пешеходный мостик в Заостровке на улицу Есенина. Ждем специально обученных парней. Завершили мы сюжет. Дождались. Вот уже сегодня свеженькое фото от того же Александра Гусельникова. Отремонтировали. Ну что ж, спасибо за оперативность. Как известно, пожарный проезд должен быть свободным. Его нельзя загромождать. Его и не стали. Насвинячили вокруг, насыпав кучи спиленных веток. Мы на Крахалях. Это улица Ладыгина. Вот, например, Ладыгина 46, дробь 1. Рядышком какие-то пни, еще рядышком какие-то ветки. Буквально несколько шагов за угол и вновь кучи валежника. Уже почерневшие, уже наполовину сгнившие. Давно лежат. В общем, да, с пожарным проездом все хорошо. А вот с ветками отвратительно просто. Вот к этой контейнерной площадке за моей спиной, отродясь, было не подойти. Мы на улице Гусарова. И рассказывал об этом дежурный по городу ни раз, ни два лужи, грязь, ямы и все такое. Но хотя бы вдоль восьмого дома по улице Гусарова пройти было можно. Потому что здесь была нормальная пешеходная дорожка. Была ровно до тех пор, пока однажды не понадобилось провести раскопку. Раскопали, трубы протянули. Благое дело, ребята, молодцы. Поклон вам по самые ботинки. Вот только после работы полагается благоустройство за собой восстановить. А с этим как раз все как-то неаккуратненько получилось. Кое-как глиной забросали и ушли рабочие. И вроде как везде знают про эту проблему и даже обещают благоустройство восстановить. Но только почему-то в 2020 году. Ну а пока ходите, граждане, месите глину. Что характерно, по этой дорожке, в том числе в школу ребятишки ходят. Такая история. Чем дальше осень, тем больше радуют самые обыденные вещи. Цветочки, например. Держатся из последних сил. Так назвала свой кадр дня с одиноким одуванчиком Кристина Беляева. Ну а Марина Султанова прислала поздние цветы с восторженной подписью. Какая красота. Да, действительно. А вот летом стали бы мы ими так умиляться. Кто знает, кто знает. Ну и напоследок, и всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Нынешнего победителя зовут Елена Бажанова. Именно она рассказала нам про октябрьскую клубничку. И даже рассказала, где эти ягодки можно найти. Сюжет об этом был в дежурном на минувшей неделе. Ну а вам, дорогая Елена, достается приглашение в Пермский академический театр оперы и балета. 23 октября вы отправляетесь на оперу Римского-Курсакова «Царская невеста». Билеты ваши. На этом Игорь Гиндис и Михаил Сетров заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете. Обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Завтра увидимся. А на сегодня все. Спасибо. Удачи. Пока.